Дождливо? Ну да ладно. Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Я сегодня вас приглашаю в новый интереснейший выпуск. Он, кстати, не короткий, он снова долгий. Стараюсь радовать вас долгими выпусками, насыщенными, такими сочными. И сегодня действительно классный выпуск, потому что сегодня мы заберем тачку, будем снова на колесах, отправимся в интересное такое микро-путешествие, приоденемся, поготовим. Короче, ребята, будет очень много всего интересного и даже ныряния. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, погнали в новый выпуск. Все нужные ссылочки там в описании, поэтому просто переходите по ним и, самое главное, путешествуйте. А мы с вами погнали выпуск в новый. Мы на днях тут покупали наши любимые десерт Кюнефа, но это, в общем, смотрите, вон их. О, да тут их две. О, так мы сделаем все. О, ничего себе. Вот. Продаются вот такой вот штучки. По идее, ну, их, конечно, лучше есть в Кюнефной, именно специальном кафе, где делают, да. Но мы вот хотим попробовать такое, историю. Запекаем в духовке, ну и посмотрим, как она будет на вкус. Видите, она ставится на 240 температуру на 15-20 минут и потом поливается. Вообще его поливают с сахарным сиропом. Ну, вот, например, Соня наша соседка, да, Димина, жена, она говорит, что она поливает медом с водой. Можно сверху уложить мороженое тоже. Ты сладость сам регулируешь, что с ним. Поэтому мы сейчас попробуем сделать сахарный сироп и залить. Немножко в духовке постояло и теперь поливаем сиропом. Правда, сироп немножко не получился. Не сироп, а водичка сладенькая будет. Ну, да. Пахнет вообще потряс сыром. Сейчас мы его пропитаем. Пока Настенка снимала стойку, здесь уже самое вкусное, короче, съела. Ну, ладно. Ну, самая красота, эстетика ушла. Когда все тянется, да. Посмотрите, 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 посмотрите. Все смотрят, смотрят, смотрят. Опасно. Ой, какая вкуснятина. Вот так вот. Почувствовали этот вкус, вот этот нежный вкус сыра. Вот это вот сластенькое. Тесто кадаив. Тесто вермишельковое, вот это кадаив специальное. Мороженое. Ребята, пробуйте самое вкусное. У нас уже большая аудитория, которая нас ненавидит, понимаешь? Которая едет с работы, смотрит выпуски, либо только готовит еду, а мы же едим. Это так вкусно. Ну, что поделать, извините. Если вы в Турции, в кафе заказывайте, пробуйте, если вы не пробуете. Нет, а лучшее дело, это не в кафе делать, а именно в этой. Ну, тут в кафе найдешь специальную. В нашем гайде по Турции будет самая крутая кунефная. Она находится, я не скажу где. Она находится в нашем гайде. Она есть в наших видео, мы показывали, как готовят, прям вот. Мы все прям показывали, весь процесс. Просто кто нас всегда смотрит, тот будет знать и без гайда, на самом деле, где это классное место. Ну, наконец-то мы едем. На море у нас сегодня будет вечерняя прогулка. Все дружно едем. Девчонки с малышами поют на машине, а я со своими старшенькими поеду на тырчике, на нашем уже полюбимшемся. Вот так вот. Чехол снимаем быстренько. Пока ждем такси. Катаем малышей. Классные тырчики, удобно, конечно. Все, отправили на такси моих с Сонькой вместе. Ой, чуть в это, не догнал его. Так, все, едем. Ну вот мы и приехали. Еще второе название есть Юрик Парк. Вот, ну здесь действительно парк. Мы здесь тоже недавно гуляли. Опа, опа. Такси, они спрятались. Мы их ездили, искали. Мы что-то сюда подъехали, посмотрели, вас нету. Поехали до Марины доехали. А я, наверное, здесь тоже, Соняки. Пойдем туда мы, починку. Ага. А где Мирошка? А, вон Мирошка. Ты хочешь, Катя? Вот так здесь. Прекрасно. Людей, кстати, становится вообще все больше и больше туристов. Прикольно. Сейчас пойдем до пляжа, обязательно. Надо искупаться. Так, Темка решил покорить скалодром. Давай. Опа. Молодчик. Ресторанчики тоже потихонечку заполняются уже людьми. Но мы идем на пляж. На пляж. Тема, будешь купаться? Нет. Голый купать. Голышом. Не хочешь? Не хочешь? Так. Ну, ведь купается. Во. Я, кстати, уже показывал сцены. Вот, сейчас, видите, ближе к вечеру уже диджеи разгоняют публику. Класс. Вот мы ходили на вот эту гору в Чалыш. По всему плату бродили, ходили на самую высокую точку, поднимались. А за Чалышем получается очень крутой пляж. Куда, конечно, каждому рекомендуем сходить. Ну, все, я пошел купаться. Пробуем воду. Блин, она холодная, если честно. Ну, такая, знаете, мне почему-то кажется, что даже в нашем бассейне теплее. Но мне все равно. О, мы любим купаться. О, кстати, здесь уже начался песочек, смотрите. Сейчас будем окунаться. Ладно, давайте ныряем и поплыли. Красота. Нет, слушайте, знаете, что я скажу? Море теплое. Фу. И очень соленое. И можно плавать уже и плавать до бесконечности на самом деле. Короче, показывают. Это бухта. В бухте здесь очень много всяких вот аттракционов. Можно любой корабль взять. На кораблике можно сгонять, кстати, в ту бухту, в которую мы ходили пешком. Вот, смотрите, кстати, отсюда классно видно. Вот мы, получается, ногами прошли вот это вот все плата и дошли до вот этой вот вышки. Фух. Слушайте, ну очень круто. Так, давайте еще нырнем. Здесь, кстати, водичка такая классная, классная. Сейчас я вам покажу песочек. Ныряем. Ну как вам? Фу, класс. Смотрите, как выглядит. Красота. А там какой вид. Вообще круто. Я не могу. Красота. У меня даже есть еще время высохнуть, потому что солнце еще не село. Но облачное. Вот, смотрите, песок. Четкая такая граница. Дальше уже безобразная галька. Накупались, покупались. Ну, Мирош, у тебя больше нет воды. Ну, ёпка, красота. Даешь ему воду, два глотка сделал, остальное все вылил. Действительно. Зачем нам вода? Да, непонятно. Вот, не знаю, с какого прям числа у них начнется прям сезон-сезон, но сколько вот я здесь бываю, вот даже на Малайсе, Малайсе в этом, вот все как-то вот так вот пустенько. Не знаю, где все. Вроде уже вечереет. А еще пока пусто. Ну, ничего, я думаю, сезончик разойдется однозначно. Да капо, бич-клаб. Блин, конечно, все очень сильно. Красиво. Вечером, кстати, здесь особая атмосфера, когда еще все это подсвечивается, так прям пью. Рыбу выложили. Ой, смотрите, это что, вся красная, что ли? Или просто стейки красные? Королевские креветки? Да, но это нет, я. На Шри-Ланке объелись. А можно елку? Давай, Артемка будет тебя катить. Давай, сиди. О, как Мирошка быстро едет. Ой, менюшки выставляют прямо сюда. Как это, как в Сочи. Наверное, не то, что как в Сочи, как в любом туристическом городе все ходят. Давайте покажу, давайте посмотрите, давайте зайдите, прям аж это, как мухи. Вот здесь магаз. Еще только нет. Ну, здесь можно на прокат что-нибудь взять, самборды, вейкборды. Смотрите, как корабли сюда загнали Мы сейчас пойдем вот сюда Юрик парк называется Там можно покормить кроликов, моликов Мирошка вот уже ходил А пацаны старше не ходили Здесь проход 100 лир стоит Сохраняешь билетик вроде как И потом ходишь Да, я все правильно говорю? Соня, здесь билет покупаешь, его сохраняешь Потом по нему ходишь Сколько хочешь раз Вот так вот представляете Кстати, это микросхема, видимо, этого парка Смотрите, как выглядит миниатюра Вот мы и на входе, сейчас вот оно море Смотрите, как здорово сделали И вот там, вон там, вон там, вон там Везде можно будет ходить Но сейчас пойдем посмотрим, как это выглядит Вот, мы, получается, купались вот тут Вот за вот этим резиновым пирсом А сейчас идем Так, смотрите, здесь вот написано на разных языках Такая табличка Мирабах Хеллоу, холла, салют Так, а где наш? Вот наш, смотрите, с едой, напитками Вход воспрещен, пикник запрещен Ну пойдемте смотреть, что же там прикольного Здесь вот такая очень необычная касса Как в юрте, а убери их себе в сумке Все-таки вот ты его А, видишь, вход вот типа 5 долларов 100 лир, да? Да 100 лир, да Ага, окей Вот Ну, конечно, касса вообще прикольная Постоянно можно ходить да 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 бесконечно красивые виды бурные так туда опять какой-то проход ладно вам подниматься усарить какой корабль потрепала его до сушки не это хотел сказать не выбрасывают он как-то так в ком-то отдельном ангаре не знаю может его будут реставрировать хотя мне кажется тут же нечего реставрировать тут все game over кораблю 5 смотреть как у нас мак растет вообще повсюду и везде маки вот пожалуйста вся марина красава кемерские пляжи там гайнюк и это другая сторона кстати мыса здесь она перегорожена дальше то есть в кемер уже не пройдешь надо так вот в округе обходить прикольно да здесь вечером тоже смотрю всякие он подсветочки на деревьях здорово здесь виды классные слушайте вот сюда подойти прикольно смотрится камни здесь видимо волны тоже бьют ого-го вот кстати везде это такая проблема где строят марины нарушается вот типа это экологическая вся история в плане выноса гальки и везде потом наваливают эти вот булыжники как бы ну так ну что поделать о это что олеандр да цветет нас по моему так его трогать вообще лучше не трогать на его нафиг опасная история так юрюки турки турецкое слово означающее кочевники вот это кстати про нас смотрите куча табличек так это что тут у господи я думаю кто-то сидит а тут никто не сидит тут просто что за мумии думаю видимо там лялька это они так жили по ходу да вот в таких вот каких-то шалашах непонятно что прикольный парк я вам скажу из-за сурового климата юрики и средней азии уехали и приехали в анталию вот и начали здесь уже обосновать свои вот эти шалаши шатры называется вот так вот 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 еще ведь как живут здорово как живешь у господи они это резиновые я ни разу жизнь не трогал резиновую бабу здесь написано что и всяких и шерсти тра-та-та не делали всякие мешки ковры настенные вот шатер юриков это символ вкуса турецкого народа его идея единение с природой вот так вот давайте еще посмотрим как они жили о заглянем к ним в дом здорово смотрите как прикольно да а это вот они ковры шьют ну да до сих пор здесь конечно как это как в дагестане огромное количество таких микро производств где шьют ковры особенно это в анталии видно в старом городе ну и в стамбуле на базаре по моему точно не помню вот получается здесь такая видите вот это вот скала и такой мыс вытянутый дает вроде такой лесок лесок и ничего не скажешь что что-то наверху оказывается вот здесь пожалуйста юрик парк называется все это дело вот видите в миниатюрной истории ну ведь круто есть короче на вот этих табличках написаны история вообще это чуваки на турецкой ночи а вообще они оказывается жили сначала в азии а потом приехали в анталию кочевники нет вот почитай на табличках очень да очень интересно кстати вот про что вот насек спраш по-русски что ли пишет очень супер то что ты можешь сюда приехать вот и почитать всю историю как и чего у них было вот пожалуйста можно вот посмотреть что здесь сделали ну да здесь наверное должна нишка вры делали всякие сумки юрты вот эти свои делали прикольно получается конечно вот смотрите например еще табличка и невеста палатка о смотрите невеста брак был священной основой юриков чьи традиции и обычаи имели такие же глубокие корни как и весь образ жизни к браку относились очень уважительно признание равенства между мужчиной и женщиной вел являлась важным требованием любовь и уважение к женщинам не имели границ первая брачная ночь молодых проводилась в белом шатре они в обычном черном вот так вот этот шатер ткали специально для молодоженов общины вот так вот то есть вот это вот шатер сделанный специально для первой ночи насти он но все ее замуж выдали потому что вот видите вот так это выглядело вот он такой довольный она такая грустная ну да она покорная это и шатер вот так вот ну и традиционная пожалуйста здесь делают бюзлюме здесь можно купить здесь есть небольшой барчик вот собственно где играет музыка и какие виды отсюда открываются местный житель здесь можно разуться и вот пожалуйста пойти вот здесь вот посидеть прям на полу как это было и тогда у юриков вообще не так вот блин слушайте крутое место вот так вот прям под носом под боком такое место а мы вот сюда пришли по сути первый раз ну и виды да какие открываются нас угостили халвой пробуйте хватает ну а это мое вообще самое любимое это же козочки эй привет подруга да здесь есть козочки может них так погладить затискать маленьких или какая красота есть он кролики всякие разные но все ты приручил уже маленький вообще еще одного ловит сотрудник а этих вот мы поймали с русана да он здесь петухи и маленькие совсем маленький посмотрите да привет да привет а это еще класс на чуваки чуть если дальше пройти за животных посмотреть какие виды открываются ребятки вообще невероятно кайф просто кайф просто вот так вот по лесу гуляешь получается все аккуратненько все выложено тебя с двух сторон виды я в восторге на самом деле смотрите вот сюда вот можно пробежать вот так вот тык-тык-тык-тык-тык-тык о единственная сосна наличку цвет моря как здесь красиво кто был здесь спешите а кто был в кемере не знал про это место тем более напишите теперь вы знаете куда нужно заскочить получается мы дошли с вами прямо до самого края этого мыса вот все видите здесь поворот и мы все видим уже другую сторону во все вот так вот это все выглядит и вот собственно да та бухта и пошла дорожка уже непосредственно внизу блин лайкосик ребят ставьте кто приезжает кемер обязательно посетите это место точно понравится особенно тем кто любит животных ну что же мы выдвигаемся наконец-то надеюсь это получится сделать мы сейчас хотим взять машину в аренду потому что эта неделя у нас настолько загружена в делах приехали наши друзья антоха с юлей нужно к ним съездить в гости они вала не это далеко плюс ко всему у нас через несколько дней рандеву нужно ехать в анталию перед этим нужно еще раз кататься в анталию чтобы получить весь пакет документов короче куча дел и без машины не как вообще но мы ее будем брать не просто там на два-три дня возьмем ее на неделю дабы еще путешествовать вы готовы с нами путешествовать ну и тачка конечно нам развяжет руки-ноги потому что мы действительно сможем съездить наши любимые места которые здесь находятся те же чиралы например ладно сейчас едем в прокат тачек здесь выбор в принципе есть но я так понял но и списывались с человеком походу нам достанется вот это вот тарантаска по-другому и не скажешь были вот volkswagen могли бы хоть дать ну ладно сейчас поразговариваем спросим сидимся дружно оформляем документы все записывает и возьмем будем брать вот этот хендай ай-20 что называется но на автомате тоже хорошо не будем глохнуть мы идем видим получать наш автомобиль на определенный срок он на стенку и скучает так ну красота вот и дождь пошел так ага это обязательный осмотр так ходить он вот эти да царапинки порог да проверяем жидкости чтобы все было ага тасол заряженный атом подписываем документы можно ехать будет ну что же поздравляйте мы снова на колесах ура все двигаемся что же первый запуск но у нас короче топливо горит ну ладно сейчас будем заправляться все едем надеюсь все нормально будет первый наш выезд надо еще немножко привыкнуть к ней ну габаритом как говорится нет смысла привыкать она маленькая но здесь по крайней мере знаете в машине вообще все работает так нас ждет вот настенка тыки-трики-трики-трики-трики-три надо сейчас быстро сказать как там кричик заводится сейчас покажу и едем настенка едет сзади за нами прям молодец машина доехал до дома прикольно то то что у нее получается даже этой запаски короче нету просто имитация здесь чего-то и все поэтому вот это вообще зачем не знаю ну да ладно хоть что-то как говорится много где я искал машину на самом деле на разных разных сайтах и вот здесь получается опять таки дима поделился контактом и в прокате взял самая адекватная цена получается двести тридцать пять долларов на семь дней ну учитывая что еще сезон сейчас спрос большой вот они поднимают цены ну и это в принципе вариант был самый-самый бюджетный который есть ну нам что нам покататься чисто на местности теперь в магазин можно сгонять на машине и водички пару пачек купить есть получается ребята покупают воду вот чтобы детки во время игр могли пить вот такие пачки мы берем и хоть на машине можно будет привозить это очень оба еще мы быстро прыгнули в машину представляете и делаем первый выезд поедем поедем мы в райскую бухту взяли с собой перекус семитики и ранчики и теперь точно едем сразу же заезжаем на заправку я уже забыл даже как здесь заправляться если честно сейчас посмотрим о 19 56 стоит топливо так и сквозь страну у нас баг блин я вспомнил здесь получается вот окна лик просто даешь есть это наличкой и все и заправляют и кстати четко подъехал макс от страны а если оплачиваешь например карты то идешь уже в помещении оплачивающий потом приносим чек вот так происходит заправка заправляемся сразу на 600 лир 20 80 90 95 я так понял да обязательно записывают номера машины кто подъезжает газе система но это жесткая фиксация как ты передвигаешься по стране маричка почти полный бак вот так вот убай . все двигаемся теперь купаться чувак ну горит youtube я говорю youtube и он это верит найди мне подпишусь и подписался будет смотреть значит субтитрами так отвыки от машины еще знаете такая привычка осталось со шри-ланки что ну глаз их дергается типа блин а даже в левой полосе держаться либо начинают дворники точнее повороте включать но включая дворники путаю короче странно вроде за рулем давно не сидел но видимо последняя привычка когда ездил но имеет место быть едем кстати в туннеле надо лампочки включить вот так вот точно привык у меня все автоматическом режиме здесь здесь нужно все делать самому хорошо хоть эти передачи сама переключает это уже нормально так мы съехали с трассы как развернулись и теперь едем сюда там короче настенка была а вот мы не были поэтому едем туда здесь крутая смотровая площадка по пути но я умеешь не покажу вообще сейчас ищем съезд здесь он сразу видите такие знаки типа закрыто но все отодвинуто поэтому мы проезжаем я он увидел здесь чувака с палочками марить как здесь шлагбаумы стоят но здесь походу сейчас оборудуют потому что шлагбаумы новые только завезли делаю дорогу и будет здесь что-то уже явно платная вон кабель прокладывают вот в целом дорога нормальная попадаем вот такой эти лес хвойный шикарно посмотрим что нас ждет райская бухта главное чтоб чистая была то бухта дело такое вообще да уж слушайте а дальше дорога ну так себе короче сразу вот так вот первый день проверять тачку едем оба оба ну вот пожалуйста добро пожаловать слушайте здесь и палатки и вот строят домики не знаю что здесь будет тут кафешечка собирается открываться палатки стоят машины даже вот такси так куда нам припарковаться вон туда наверное давайте с палатками даже стоят люди ладно чем посмотрим что же добро пожаловать на пляж пойдемте смотреть здесь вот пожалуйста парковка ну вот так припарковались есть он мусорки дать зачем он нужен вообще этот маленький да ни о чем вообще взять так надо нормально брать так как вы думаете если такой прицеп купить все такой прицепа же в турции купите будет стать и не дорого стоит не знаю вот люди пожалуйста ведь купаются здесь тропа есть трекинговый маршрут вот я уже вижу люди ходят в горы блин вообще прикольно мне нравится классные вот так вот можно отдохнуть суши крылон чайничек стоит самоварчик турецкий да ну вот видишь как нам повезло речка круто ну и самое важное что да можно подъехать на караване можно подъехать прям с прицепом здесь бухта ничего здесь волны никакой нету красота заход сразу видно очень приятный идемте водичку трогать красота блины мусора нету вот я за что переживал что будет мусорно нет все хорошо классно сейчас будем купаться в нормальная вода ново стенка сразу видно не будет купаться настроен осенки не купальный а у нас купальный до пацаны надеетесь то что есть у вас есть машина есть палатка нету бусика либо автодома вот сюда можно точно приехать переночевать с палатками люди живут походить вот по пешим маршрутом не знаю может это как отликики здесь кусок ликики проходит вообще здорово перекусили теперь идем купаться до тема мироша ты же льешь не хорошая вода вообще ой как заходить то приятно вы только посмотрите весь песочек перемешку с камушками но на самом деле прям very good и заход достаточно ну плавный так темка давай там сотри может быть глубина ты 1 давай красавчик только не брызгай пожалуйста так ролик ну ладно теперь я пошел кстати здесь круга и булыжники все вы тут купайтесь там булыжники тема такие так все ныряем дождь пошел короче представляете ныряем я обожаю море до какая красота ребята посмотрите пейзажи сейчас я это из воды выйду и мы запустим дрон о и полетаем вот так вот здесь живут люди классно согласны красота чё насенка стираешь малавра вспоминает это вот видите без пяти минут малав уже стираем в море вот так вот сейчас мыться будем шампунь достанем кто не смотрел наши путешествия по турции два спон месяца мы катались без жилья только на своей машине вот родик он пошел она купается вода классная вообще чё вот так что кто планирует приехать в турцию и думаете что вода еще холодно нет все прям приезжайте уже купаются все абсолютно и дети и взрослые ну кроме насенки и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Слушайте, на самом деле реально райская бухта, потому что здесь так спокойно. Я не знаю, как здесь бывает обычно, если, например, много автодомов стоит и так далее и тому подобное. Но сейчас вот мы, по крайней мере, приехали в тот момент, когда здесь действительно очень классно. Хотелось полетать на дроне повыше, подальше, но, к сожалению, я что-то затупил, дрон не зарядил. Поэтому вот сколько получилось отснять, столько отснял. А так вот, кстати, вот в воду люди заходят, вообще оттуда даже не выходят. Ну, то есть вода уже реально классная, особенно в бухте. Накупались, наплескались, теперь двигаемся домой. Там куча дел, надо борща сварить, подстричься, сварить всех вообще. Не знаю, как так возможно, но такое бывает. Борщ был настолько вкусный, что я даже забыл вам его показать. Хотя нет, в кастрюле осталось, сейчас покажу. Во, смотрите, какая вкуснота. Эх, борщец. Ладно, мы сейчас едем с пацанами, но ведем марафет на головах на своих, потому что это уже трындец. У меня-то еще ладно, а у мальчишек вообще капец. Здесь, короче, такая банда, что походу ждать мы будем долго, учитывая, что там один мастер. Ну, сейчас пойдем спросим. Вот он барбершоп. Короче, там все под запись. Ладно, поедем искать другое место. Я говорю, с такой бандой они нас видят и такие, о-о-о, ничего себе, ладно, прыгайте. Родион пошел первый экспериментировать. Да, Тёма? А мы ждем. Родик готов. Прикольный? Не-не, зачем ты, оставь, это тебе специально такую прическу сделали. Так, повернись сюда. Ну, повернись сюда. Две полосочки ему, да? И все, сейчас Тёмка пошел стричься. А потом я. Ну, слушайте, мы преобразились. Пацаны, ну-ка сюда идем. Вот так вот показываем, Тёмочка. О-о-о. Надо еще было Мирошку привезти. Ну ладно, в другой раз. Подожди, все, открывай, садись. Буквально в километре от нас есть замечательный каньон. Мы много раз туда ездили, ходили. Вот мы, собственно, в него сейчас заехали. Как-то раз мы здесь и завтракали, когда у нас еще была наша машина. Мы туда ездили с Ладом, с Наташкой. Вот. Кушали. Здесь, конечно, природа. Огонь. Просто невероятная красота. Смотровые площадки. Сейчас туда едем для того, чтобы сделать фотку. Одну фотку просто, понимаете? Вот так вот. Да, Настена? Ха-ха. Здесь такой мощный серпантин. Смотрите. Просто 180, 180. И еще раз 180. У-у-у. Мы остановились. Мы сейчас находимся вообще очень высоко в горах. Посмотрите. Туда, короче, дорога еще уходит куда-то в кемпинге. Вот. Мне очень нравится вот этот вид. Это ущелье. Там вот море. Конечно, возможно, плохо видно. Но в целом вообще красота. Вот так вот. Полдня на колесах. И прям, прям, знаете, такой прострел. Инсайт. Вот без тачки, как без рук. Я не знаю, если еще одному как-то можно пережить историю без машины, то когда у тебя большая семья, то это вообще невозможно. Даже такая маленькая. Даже такая вот, какая она есть. Это настолько хорошо, если честно. Что? Как мы будем кайфовать, когда мы заберем уже свою машину? Огромную, да? Комфортную. Ха, это будет вообще другая история. С вещами с нашими, со всеми, да? Я уже по-не соскучился. Да, все соскучились. Ладно, мы, в общем, приехали в Вайкики. Настенке что-то надо купить, да? Стой, стой, Настена. Я не знаю, Вайкики это наша любовь. Тебе Вайкики платила за рекламу? Нет? Вот за меня не платила. Ну, мы реально их любили. Смотрите, клевые. Вот, пожалуйста. Вообще классно. И цены, вот одеть всю семью, это прям самый топчик. На 1000 лир набрали детям куча-куча всего. Там футболки, шорты, классные купальные штуковины, мирошки. Сейчас это потом покажу попозже. Прям прикольные, короче. Я не знаю, как из Вайкики выходить без мешка, но, по крайней мере, у нас это вообще никогда сделать не получается. Вот, прикиньте, вот опять огромный мешок просто. Минус, сколько там вышло? 1700 лир с карточки. Йок, все. Ну и ладно. Ну и ладно. Кстати, еще очень классная фишка, кто поедет сюда туристом, да? Смотрите на кассе, можно получить какой-то талон. Талон, обязательно чек. И потом при вылете вернуть налог. Вот, например, у нас с нашей покупки 131 лиро налога можно было бы вернуть в аэропорту. Но так как мы коренные турки, налог вернуть не получится. Мы приехали в скейт-парк. Вот это да. Наконец-то, просто наконец-то. Ко днем как следует. Да, Мирошка, да. А вон там парк есть, детская площадка. Да? О! Давай, Тёма, одевайся из сандали. Я теперь вас не буду раздражать в своих оранжевых шортах и для купания. Это, короче, тоже почти типа купания и просто повседневку. Но на самом деле буду раздражать. О, Тёмка уже одел свои шорты. Вообще так хорошо держится. Такой градиент или как он, градиент называется, перелив шикарный. Потом, значит, уродика тоже такие же. Я себе взял футболку. Вообще очень понравилось, потому что она вроде чёрная, но она тем не менее яркая очень. Так, здесь вот, Мирошки, вот такие вот шортики взяли. Да, Мирошка, ходи в дверь. Ну-ка, Мирошка, одевай. Да, вот такая вот кофта и панамка. Мирошка, ну-ка, оденем, мы хочу посмотреть. А я переоделся тоже. Да, Настенке взяли вот такие шорты. Очень круто сидят. Потом покажу в следующем выпуске. И Настенке взяли такую футболку. Спайнч Боб. Вот такой вот, видите, такой графитовый. Графитовый цвет. Это прям вообще классно. Так, ну и здесь взяли вон куча шорт. Пацанам самое время. Так, вон шорты. Футболки взяли, вон Тёмки взяли. Как картина NFT, кто в курсе, тот поймёт. И Родику взяли вот такую футболку Marvel. Причём оно, как вы знаете. И вот такая вот у меня есть карточка. Да, это вот как будто бы детальки Lego. Вот если видно будет, видишь? Прикольно, ну не прицеплять просто, по ощущениям. Вот, ну собственно, вот это всё нам вышло 1700 или 750 лир. Вот. Я говорю, в Айкике прикольно. Ты пришёл всей семьёй, вот так вот чик затарился за... Ну я считаю, что недорого. Причём шмотки прикольные. Я тоже. Правильно? Да. И я тоже так считаю. Классно. Вон как выглядит Тёмка. Мирошка, ну-ка встань, пожалуйста. Мироша, покажись. Мироша, встань. Лови. Смотри, Литка забавный. Нет, кепка ему не зашла, но на солнце зайдёт. Смотри, как классно. И вот надевать, она и шейки закрывает. И она кепочка. Мироша, иди сюда, одень, я тебя выпущу. На, и пойдёшь, да. Смотри, пожалуйста, они любят кепки. Вот, как классно. О, Мироша, иди. Мироша, ну-ка смотри на меня. Иди покажись, покажись кому-то. Давай, иди покажись. Ой, какой Мироша модный. Вот твои шорты. Ой, какой Мироша модный. Админ да ты. Да. Ну-ка, сфотографируйся, вставай. Накатались как следует вообще на самом деле. Голодные вообще. Мычали домой. Заехали, быстро купили пельмиши. Вот видите, написано пельмени говяжьи. Очень вкусный, без каких-либо добавок. Вы прям состав понимаете. Вот там мука, что-то в муку добавляется. И фарш просто вот. Говядина. И всё. Вот очень вкусный прям. Быстро варим. И, собственно, всё. Будем ложиться спать. Ну, а вы ставьте лайки. Пишите комментарии. Если не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. В ближайшие выпуски у нас будет много-много интересного. Почему? Потому что мы на колёсах. А если мы на колёсах, это значит от нас дома просто не будет. Мы не будем сидеть. Мы будем ездить, 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 ездить. И вас брать с собой. Всё, ребятки. Нового выпуска. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова